Это новости о происходящем в Украине и не только. В студии работает Дарья Вершилинга. Здравствуйте. Всем военным, которые находились в плену на оккупированных территориях, нужно дать время на адаптацию. Об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook. Вчера он встретился со всеми воинами и поблагодарил их за выдержку и несокрушимость. В Министерстве обороны сообщили, освобожденные военнослужащие проходят углубленное медицинское обследование. Всего в рамках обмена в воскресенье 29 декабря освободили 12 украинских военнопленных. Это Сергей Иванчук, Юрий Евтушенко, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Пантюшенко, Сергей Глондарь, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Войскобойник, Борис Пундер, Ким Доланов, Александр Геймур. Многие находились в плену по несколько лет. Сейчас они находятся в главном военном госпитале вместе со своими родными. 64 освобожденных политзаключенных находятся в больнице Феофания на медицинском обследовании. Вчера их сюда привезли из аэропорта Борисполь после обмена удерживаемых лиц с представителями ОРГЛУ. С одной из освобожденных, Мариной Чуйковой, которая около двух лет провела в плену боевиков, удалось поговорить корреспондентке ЮЭТВ Инессе Заниной. Инесс, что она рассказала? Ну, сначала, Даша, мы поговорили с ее сыновьями, это Артур и Сава. Они воевали, что называется, за свободу своей матери год и девять месяцев. Все это время, пока она находилась в застенках, неподконтрольной Украине территории. Началось все с того, что коротко расскажу ее историю. Это обычная медсестра, которая разрывалась, что называется, между детьми, которые учились в Харькове, и больной, смертельно больной матерью, которая оставалась в Горловке. К сыновьям она переехать, к сожалению, не могла и бросить мать тоже. И вот в один из таких визитов, когда она возвращалась из Харькова в Горловку, неизвестная она КПВВ майорские, ее задержали, привезли домой, сделали обыск, изъяли драгоценности и, как говорят, там бросили в подвал. То есть это было в Донецке, на Донецкий завод изоляции, который переоборудовали под камеры. Там она какое-то время находилась, затем СИЗО номер пять в Донецке, и, наконец, ее перевели в женскую колонию Снежное. И как удалось детям узнать об этом, и какие первые, так сказать, потребности были, в чем у нее, вот когда она там была в этой колонии, рассказал нам ее сын Артур. Ее осудили и приговорили к 11 годам решения и перевезли в город Снежное, в Снежнянскую женскую колонию, где с самых первых дней заставляли работать в диком холоде. Люди все без одежды, как задержали два года назад, в таких условиях они и находились, до первой передачи. Первую передачу можно было им передать через две недели, после того, как они выучат устав, так называемый. И аж через две недели мы смогли им передать, маме передать теплые вещи, перчатки, ботинки, куртку. Кроме того, что это были физические такие вот неимоверные, короче, физические насилия было, кроме того, это было еще и моральное насилие. Дети говорят о том, что когда она приехала сюда, Феофанию, вчера в эту больницу, то она очень удивилась. И для нас это было очень странно, что здесь к ней обращаются на «вы» и очень уважительно к ней относятся, к ней и другим таким освобожденным, которые приехали сейчас сюда. Давайте послушаем, какое обследование она проходит и как она себя чувствует. Необходимо психологическое возвращение, очень тяжело адаптироваться просто из тех условий, где мы были, вернуться сюда. Мы нас привезли в больницу, мы проходим полное обследование медицинское, к нам очень хорошо относятся. Все сотрудники, все к нам обращаются на «вы», мы практически нигде не ходим, нас везде вызывают. Как медработник, она оценила по достоинству медицинское обслуживание и в два часа здесь обещают дать брифинг главврач или кто-либо из врачей, которые занимаются обследованием и лечением освобожденных. Даша. Спасибо, Инесса. Ждем информацию о состоянии здоровья других освобожденных из плена боевиков украинцев. Инесса Занина из больницы Феофания. Туда на медобследование привезли освобожденных из плена боевиков в рамках обмена. Она пообщалась с одной из бывших удерживаемых Мариной Чуйковой. 650 дней она была в плену и говорит, что нуждается в реабилитации. Через час ждем брифинг врачей о состоянии здоровья освобожденных пленных. Как встречали Марину Чуйкову и остальных 75 освобожденных из плена украинцев, первые слова и эмоции на свободе покажут корреспонденты ЮЭТВ. 21.35 по киевскому времени в аэропорту Борисполь приземлился Ил-76. На борту 76 украинцев они вернулись из плена террористических ЛНР и ДНР. 12 военных и 64 гражданских задержали за проукраинскую позицию и обвиняли в шпионаже в пользу Украины. Родные не видели их по несколько месяцев, а некоторых почти пять лет. Встречают с флагами, воздушными шарами, цветами. Родные крепко обнимают вчерашних пленников и не сдерживают слез. Первый за несколько лет звонок маме. Евгения Горбаня задержали за проукраинскую позицию. Я честно думал, что мне снится. Но, как оказалось, нет. Я уже на свободе. Марину встречали двое взрослых сыновей. Маме, которая провела в застенках, так называемой ДНР 650 дней принесли розы. Два года она находилась в тюрьмах, подвалах, в ДНР. И на данный момент мы сейчас все вместе, всей семьей. Предпринимательницу Елену Сорокину задержали за то, что расклеивала проукраинские листовки и говорила, что ее родной Первомайск на Луганщине – Украина. В день обмена она надела белую футболку с нарисованным ручкой и гербом. Я ее скрывала. Проверки многие проходили, ее не находили. И когда ехала, хотела, чтобы на территории ДНР, на разграничении, поговорить с ОБСЕ, выйти в ней. Но нас там не вывели. Вышла я на ней уже на нашей территории. Она у меня испортилась, затерлась. Но все равно видно. Освободить всех пленных – приоритет для власти, заявил президент Владимир Зеленский. Я хочу поблагодарить всех лидеров «Нормандской четверки». Все, о чем договорились, выполнено в этом вопросе. Но мы понимаем, что очень много наших граждан находится на территории Российской Федерации, в том числе тех, кого перевезли из Крыма. Это еще одна тема, которой мы сейчас занимаемся. После встречи в аэропорту военных, которых освободили из плена, посадили в отдельный автобус. И почти сразу же увезли на обследование в госпиталь. Гражданских отправили в больницу Феофания. Новый год они проведут не в тюрьмах, а с родными. Только здесь чуть-чуть осознаешь. И пока ехали, ничего не верилось. Очень рада, спасибо. Огромный военно-транспортный самолет Ил-76 доставил в воскресенье в аэропорт Борисполь 76 украинских пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако в плену у фейковых формирований, контролируемых Кремлем, остается еще более 200 украинских военных и проукраинских мирных жителей. Из аэропорта Борисполь Анастасия Феченко, Любовь Задорожная, Ярослав Матяш и Александр Прозоров. ЮЭТВ 44 человека, которых Украина отдала оккупантам в рамках обмена пленными, попали в базу сайта Миротворец. Там их назвали боевиками, наемниками, изменниками Родины и агентами российских спецслужб. Полный список размещен на сайте базы. Центр Миротворец – это независимая, негосударственная организация, созданная группой ученых и журналистов. В свою базу-чистилище он вносит людей, которые, по мнению Центра, являются угрозой национальной безопасности Украины. Праздник на боевых постах. Украинские военнослужащие готовятся отмечать Новый год на передовой. Нарядили в траншеях елки, репетируют песни. При этом бойцы не отвлекаются от самого главного задания – защищать украинскую территорию. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Пес по кличке Патрон – талисман подразделения. Разучивает с военнослужащими новогодние песни. Еще щенком пять лет назад его приютил один из бойцов, а волонтеры сшили ему бронежилет. Друзья пошили ему бронежилет, чтобы сберечь здоровье пса, потому что у него уже ранение есть и контузия. Бронежилет классный, украинская броня сделала. Выдерживает выстрел с пистолета, осколки. Хорошая защита и не тяжелая – кило триста. В военном подразделении Юрий задает всем праздничное настроение. Он профессиональный музыкант, умеет играть на балалайке, гитаре и сопилке. Музыку забросил в 2015 году, когда пришел на фронт. Сегодня по-братимы подарили ему баян. Надо защищать Украину. Если не мы, то кто? А это просто как отдушина. Сколько лет уже не играю, уже пальцы атрофировались. В лесу родину, все спеваем, елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стойная зеленая была. Я еще в том году... Я еще в том году слышал, как Юра на Новый год играл. Много играл. И сейчас много играет. Хорошо играет. По-домашнему. Подготовка к Новому году от службы армейцев не отвлекает. По очереди дежурят на наблюдательных пунктах. Противник меняется постоянно. У них ротации регулярные здесь. Дна часть, дна рота, которая выступает против нас, достаточно агрессивно себя ведет. Но в основном это стрелковое оружие. Иногда это автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя». Иногда идет обстрел из крупнокалиберных пулеметов калибра 12,7. Это далеко уже не первый Новый год для нашего подразделения. Понятное дело, далеко не первый праздник. Поэтому мы, в принципе, готовы. Очередной Новый год армейцы будут встречать не в кругу своих близких, а в кругу побратимов. Поэтому, пользуясь случаем, передают своим семьям поздравления. Хочется передать привет людям. Хочу передать привет близким, родным, родителям. Мама, папа, все хорошо. Родному городу с Новым годом и Рождеством Христовым. У меня родилась внучка. У нее это первый Новый год. Ее с Новым годом. Ну и слава Украине. Хочу приветствовать дружину с наступающим. Хочу поздравить жену с днем рождения. И с наступающим Новым годом. С Новым годом. Слава Украине. Градим слава. Анастасия Волкова, Александр Лахтин. Луганская область. Юэй Ти Ви. Еще больше новостей на сайте телеканала юэйтви. Обязательно заходите. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском уже менее чем через два часа. Обязательно увидимся на Юэй Ти Ви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok